Всем привет! Сегодня я вам расскажу, что я покупаю на eBay. Понятное дело, что там не все выгодно покупать. Но те вещи, которые я покупал, сейчас вам покажу, расскажу цену. Ну и потом скажу, что собственно не выгодно покупать. Началось у меня все с такой вот светодиодной лампочки. 220 вольт, точечный светильник. Цена его была до 3 долларов, что-то 2,97. Вот. Это как бы проверочная покупка. Товар пришел вот с таким дефектом. Тут некоторые светодиодики, видно, что перепаяны вручную. Ну, сейчас они все горят. Вот, ну какой-то заводской брак и продавец перепаял там. 3 доллара. Ну, в Украине такой стоит порядка 40 гривен, 30 гривен. А тут все-таки дешевле. Это раз. Затем, кантер. Небольшой такой кантер цифровой, до 40 килограмм. Достаточно удобный. И достаточно точный. То есть, погрешность 20 грамм. Ну, она реально-таки есть. Как заявляет производитель. Цена 3 доллара. Штатив. Ну, штатив больше подходит для фотоаппарата. Для легких таких фотоаппаратов, потому что зеркальный он не держит. Всякие радиодетали. Вот, например, светодиод. Тоже там, так же, как и резисторы всякие. Там можно, транзисторы. Цена их небольшая. Там такой вот светодиод стоит 1,5 доллара. Фонарики. Фонарики, причем, заказывал даже на подарок. Там знакомым, родственникам. Вот Ultra Fire. Зумирующий фонарик. Цена. Цена у него 8 долларов. Фонарик еще один, уже на 2 аккумулятора за 9 долларов. Тоже зумирующий. Диоды в них светящие одинаковые. Крепление на велосипедке для фонарика. Это 1 доллар. Этот приемник Wi-Fi. Ну, с него можно сделать и передатчик Wi-Fi. В Украине такой 120 гривен стоит. На eBay 3,5 доллара. Причем, посылка идет с трек-номером. Трек-номер это, как бы, гарантия. То есть, товар можно отследить в любой точке планеты. Пока он идет. Ну, это, как бы, гарантия того, что товар будет доставлен вам. Или же, если не будет доставлен, продавец посмотрит, где он. Если потерялся, вернет деньги. Деньги без всяких там вопросов. Это устройство, которым заряжают аккумуляторы. К этим фонарикам. Переходник тоже оттуда. Цена в районе 1,6 долларов. Насос, мячка сейчас. Тоже 1,5 доллара. С иголкой уже. Вот, тут она откручивается. Затем, швейная машинка ручная. Аккумулятор к фонарику. Швейная машинка, кстати, 3 доллара. Аккумулятор к фонарику. 1,5 доллара. Повербанк. То есть, для всяких там гаджетов. Если в дороге, да, здесь сколько? 2,6 миллиампер. 6 долларов стоит. Тоже с трек-номером шоу. Вообще, на Эбе, если посылка дороже 30 долларов, то она уже идет с трек-номером. А вот эти вещи были дешевле, но продавец тоже отправил с трек-номером. Светодиоды. Вот, выиграл. Возможно, мне так сразу и все не нужны, но ставку выиграл. Там дешево. Вот эти 100 штук красных, 5-миллиметровых за 1,5 доллара. Неодимовые магниты. Тоже недорогие они там. Можно ставки выигрывать их. Они не особо популярны, но можно выиграть ставку. Подставка для планшета. Для планшета для телефона тоже пойдет. Вот. Гирлянды. А, то есть, подставка ценой 2 доллара. Гирлянды новогодние. Ну, с этим я прогадал. Они, собственно, и в Украине тут так же стоят. Затем цифровой термометр. Кухонный. Тоже работает все. Вопросов нет. Вот такой футляр для карточек алюминиевый. Там разные цвета бы я выбрал такой. Затем насос, которым выкачивать воздух с пакетами. И специальные пакеты, с помощью которых вот они крепятся. Такая штука. Трубочка. Они вкручиваются и вставляются. Ну и насос выкачивает воздух, чтобы вакуумное хранение для вещей. То есть, это лучше всего применять для вещей, конечно. Пришел вот лопнутый здесь. Видите, да. Но он работает же так. То есть, эта штука не влияет. Вообще, если на Эбэе что-то вам поврежденное пришло, вы фотографируете, отправляете продавцу, и он, как правило, отправляет товар снова. Ну, так же можно попросить его вернуть деньги. В общем-то, проблем с этим нет. Так, ну это, наверное, весь список того, что я купил. Всем спасибо за внимание. А, нет. Вот еще очки спортивные. Вот. Вот очки спортивные тоже были. Набор линз. Проверочная картинка, что они поляризованы. Там, мешочек, салфетка. Так, ну это и все. Всем спасибо за внимание. В следующем видео, наверное, расскажу, как покупать на Эбэе, какие нюансы там есть. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Ставьте лайки. До следующих встреч. Ах, да, забыл сказать. Вот мелочевку такую покупать, конечно, выгодно на Эбэе. Она дешевле, там, в разы, чем в России, в Украине. В Белоруссии, в Казахстане. Но, если уже хотите купить там какой-то телефон, планшет, то уже, конечно, нужно смотреть конкретно. Возможно, бэушные и недорого вам обойдется. Но новые практически стоят так же самое, как и здесь, в СНГ. Поэтому, нужно внимательно обращать внимание на такие нюансы, как там доставка. Товар, возможно, дешевый, а доставка стоит дороже, чем стоимость его. Поэтому, будьте внимательны. До новых встреч.